А еще недавно был февраль, и снег по пояс, и морозы стояли трескучие. А в такую погоду хорошо... Чай пить! С печеньками! Нет! Снимать крупных порнокопытных млекопитающих. Судя по Википедии, последние представители диких быков в Европе. Или, как их еще называют, исполинов староозрастных дубров. В общем, речь пойдет про съемку зубров. Я Алексей Волков, и вы на канале Движение Жизни. Да, парка для записи, конечно, практически не подходит. Постоянно какие-то люди бегают, прыгают, на великах ездит, шум города мешает. Но что делать? Фотографировать зубров я езжу в заповедник Калужские засеки, располагающийся в юго-восточной части Калужской области, на территории Ульяновского района. Просто так приехать и ломануться в лес, искать зубров не получится. Свободный проход и проезд на территории заповедника запрещен. Попасть туда можно только в составе экскурсий или фототуров с небольшим числом участников. Второй вариант, на мой взгляд, самый лучший, так как дает больше возможностей в плане съемки. До места съемки добираемся на выделенные заповедником машины. Буханка бодро прыгает и раскачивается на кочках, пробирается через красивый заповедный лес, укутанный снегом. То тут, то там попадаются поляны, похожие на места боевых действий. Это кабаны активно роют землю, ищут чего бы пожрать. Поездка пролетает незаметно. Неожиданно лес расступается и открывается вид на поляну с подкормочной площадкой. Иногда зубров можно встретить прямо в лесу, по пути на подкормочную площадку. Тут вы понимаете один вариант – остановиться и поснимать животных в естественной среде обитания. Вываливаемся из машины, и начинается съемка. Главное, чтобы среди зубров нашлись такие, которые в принципе нейтральны к человеку. Потому как большая часть, так или иначе, медленно, бачком-бачком, но свалит в гущу леса. Но есть некоторые, которые уверенные в себе и могут ненадолго задержаться, продолжая обгладывать молодые побеги. Их-то и в принципе можно поснимать. Летом же фотографировать зубров очень сложно. Особенно, если вы, как я, просто любитель фотографировать природу и не являетесь сотрудником заповедника. Стада зубров кочуют по лесам и избегают всяческого контакта с людьми. Пища летом у зубра предостаточно. А лимитирующие факторы, которые заставили бы животных приходить в одно и то же место, и где можно было бы устроить пункт наблюдения, отсутствуют. Летом встреча с зубром, скорее всего, будет случайной. И фотографии в лучшем случае будут отражать стоящего зубра в какой-то части кадра посреди злеев. Другое дело зимой, в морозную или снежную погоду. Пища скрыта под метровым слоем снега, листвы на деревьях нет. Зубр поедает тонкие голые побеги и кору с молодых деревьев. Тут и пригождаются подкормочные площадки, расставленные в нескольких местах заповедника. И именно туда зимой потихоньку стекаются стада. Вряд ли такие площадки обеспечивают полный ежедневный рацион для травоядных гигантов. Но позволяют животным продержаться в трудные морозно-снежные времена. Подкормочная база с точки зрения фотографа собирает вокруг себя большое число объектов для съемки, что в свою очередь позволяет фотографу выбирать не только конкретные животные или группу животных, но и отслеживать различные события, случающиеся между особями стада. Еще один плюс в том, что стадо вокруг кормушки относительно лояльно относится к человеку. А местная буханка вообще зубр сородич. Близко же подойти и погладить мохнатых красавцев просто так не получится. Скорее всего, нападут и могут затоптать. Но с безопасной дистанции можно спокойно за ними наблюдать. Они не избегают человека, а наоборот, нагло настаивают на своем опасном соседстве и ревниво относятся к охране своих невидимых границ дозволенных. Остается держать дистанцию и стараться отслеживать перемещение стада. Чтобы в случае экстренной необходимости, когда придется прятаться за деревом, не оказалось, что там уже пасется часть стада. Особенно важно при сумеречных и ночных съемках, когда за границами луча света вообще мало что видно. Зубры животные экономящие энергии. Поэтому активные действия со стороны стада порой приходится ждать часами. Даже когда стада тянется к кормушке, она растягивается в длинной линии, и животные не спеша бредут небольшими волнами. Иногда подолгу зависаю в одном месте. Возможно, они следуют некоторой внутренней иерархии. Медлительность зубров обманчива. Они запасают энергию и могут мгновенно выплеснуть ее. Например, когда самке, охраняющей стадо, не понравятся какие-то подозрительно близко стоящие двуногие. И тогда тяжелое, казалось бы, малоподвижное животное в несколько прыжков преодолевает десятки метров по метровому снегу за какие-то секунды, чтобы поближе поглядеть и сказать. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Пока животное приближается к тебе, жизнь успевает покрутиться в голове. Зимой многие зубры не обращают внимания на человека, предпочитая поедать кору с веток или опустошать кормушки. Тем не менее, снимая с близкой дистанции, один шаг такого спокойного зубра заставляет фотографа прыгать на дерево или лезть на его нижние ветки. А есть самки, охраняющие стадо. Они самые агрессивные и наименее терпеливые. И в какой-то момент зазевавшегося фотографа могут и атаковать. Большая часть особей тормозит прямо перед человеком. Гордо разворачивается и уходит обратно к стаду. Но егеря поговаривают, что есть и такие, которые либо не успевают, либо, как в фильме «Космобольцы», ни перед кем не тормозят. Понятно, что гадание на остановку – дело неоправданно рисковое. Поэтому минимально безопасная дистанция – наше все. В первые часы съемки вы переснимаете все стандартные сюжеты, такие как отдельно стоящие зубры, группы зубров, зубры в лесу, в поле, зубрица с зубренком, ландшафты с зубрами, ну, портреты с зубрами и так далее. Дальше каждый присутствующий пойдет по собственной уникальной дорожке. С этой минуты начнется все самое интересное. Можно выжидать интересные ситуации, кормление дичонышей. Субтитры создавал DimaTorzok штычки самцов, игры зубрят, ну, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Я же люблю снимать на выдержках одна десятая и длиннее, размазывая при этом объект. Получаются при этом фотографии застывшего, но тем не менее движущегося животного. Нужно лишь подольше на него поглядеть. При этом исчезают лишние детали, и объект превращается в чистый образ. Субтитры создавал DimaTorzok Немного об отношении к фототуру. В сообществе фотографов природы давно не прекращается обсуждение об этичности и правоверности фототуров как таковых. Одни считают, что это неправильно, когда сидишь на стульчике и снимаешь спокойно, а ночью спишь в нормальной постели. Ведь ты не шел за трофеем по следу неделю, не спал на вершинах елок, не закапывался в снег в прошлогодней листве, не караулил 40 суток лесного ежа, лежа в лесу в луже и дыша при этом через трубочку. А другие считают, это лишь один из способов отправиться в интереснейшие места, уже подготовленные для съемок, где пофотографировать что-нибудь отличное от местных синиц на кормушках и кобылок в редкой некошенной траве в местном парке. Остается лишь накопить деньжат. Много деньжат. Все-таки отношу себя ко второй категории. И фототуры для меня, как я и говорил ранее, возможность поехать в приготовленное место с относительно прогнозируемым результатом, не изматывая себя подготовительными работами. Я не биолог, не полевик, не научный работник, а всего лишь любитель нажимать на кнопку фотоаппарата, фиксируя моменты, которые трогают исключительно меня. Это и есть творчество пропускать реальность сквозь себя и проецировать ее в искаженном виде на какой-нибудь носитель, будь то холст, флешка, фотобумага, нотная тетрадь или еще что-нибудь. Это же то самое, я так вижу. Понимаю, в такие места ездит много людей, и получить уникальный результат сложно, но тут, во-первых, все зависит от удачи, а во-вторых, от умения самого фотографа. Хочешь уникальный результат? Блин, так снимай уникально. Да, понимаю, банально, но зато все организационные и подготовительные вопросы уже решены. Ты погружен в чистое творчество, и итоговый результат зависит только от тебя. По итогу неважно, где и как была сделана фотография, и как при этом фотограф мучился, стонал, стенал. Не все ли равно, сидел ли товарищ на стульчике у берега Курильского озера с тургруппы и снимал медведей, или где-то в Иркутске, или Ленинградской области выслеживал две недели по пятам бедного медведя, чтобы снимать его из кустов из двухсот метров. У большинства съемок ведь один результат – восхваление природы и призыв беречь ее. Главное, на мой взгляд, второе – при съемке не наносить природе ее жителям вред. Виттак? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok